Так, ну что, всем привет, ребят! Сегодня обсудим такую криптовалюту, как NEO. Ну и у многих сразу же возникает ассоциация, естественно, с главным героем фильма Матрица. Я думаю, многие из вас его смотрели. Кстати, новая часть там вышла. Ну, должна вернее выйти, там трейлер уже появился, можете найти на ютубе. Вот, ну и создатели на это и надеялись, потому что проводили ребрендинг монеты ANS. И его можно назвать вполне удачным, учитывая рост капитализации курса монеты. Площадку NEO, предоставляющую открытый исходный код, называют китайским эфериумом. И убийца эфера. Ну, по крайней мере, раньше так говорили. О ребрендинге впервые заговорили в пекинском офисе, в компании Microsoft. Создатели сразу же перечислили преимущества обновленной платформы. Это высокая надежность, смарт-контрактов, поддержка цифровой идентификации, децентрализованная коммерция. И странным казалось то, почему NEO так привлек инвесторов, если подобные проекты появлялись и раньше. Об этом мы и поговорим сегодня. Ну и, соответственно, проект ANS начал функционировать в октябре 2016 года. Сегодня в обороте находится примерно 50 миллионов монет. Их количество будет непрерывно расти до критического показателя 100 миллионов монет. И сегодня стоимость одной монеты установилась на отметке в 47 долларов. Сумма капитализации на данный момент у нас 3 миллиарда 333 миллиона. Главным принципом NEO всегда будет поиск уникальных решений на основе децентрализации, совместимых с другими блокчейнами. Также основатель ведет переговоры с китайскими властями о возможности создания активов, основывающихся на умных контрактах. Площадка NEO работает с такими гигантами рынка, как Alibaba и Microsoft. Исполнительный директор NEO Тони Тао является учредителем инвестиционного фонда Nest Fund. Представители компании утверждают, что этот фонд пройдет тщательную проверку и будет значительно надежнее предшественника за DAO. Ну и площадка NEO тесно сотрудничает с популярной операционной системой Elastos, созданной для блокчейна. Приложения, используемые внутри этой системы, можно программировать с помощью NEO. Главным преимуществом NEO над Ethereum является то, что для использования последнего нужно было знать язык программирования Solidity, а NEO совместим со всеми популярными языками. Это позволило площадке привлечь к себе большое количество посетителей. Также в проекте NEO с недавнего времени работают параллельные расчеты и шардинг. Этого нельзя сказать об эфире. А и также хотел еще добавить, что NEO это платформа, где активом являются две валюты. Это NEO и NEO Gas. Я думаю многие из вас знают. Вот получается есть такая криптовалюта как Gas, стоит 10$. Ну и NEO это у нас неделимая монета, то есть пользователь не может купить меньше токенов чем один, но в системе есть разного рода комиссии и вознаграждений. И вот с этой ролью справляется Gas. Ну то есть преобразует комиссия и ускоряет процесс покупки монет, либо ее продажи. То есть NEO позволяет покупателю получить долю в блокчейне, право голоса при принятии решения. Ну то есть как акции вы покупаете, только сейчас тут это криптовалюта. Кроме того NEO позволяет голосовать за представителей и получать в виде дивидендов часть комиссии, которые платят участники сети. Ну а Gas это топливо системы, как допустим TET, это Fuel точно так же есть. Или там Ethereum, Ethereum, Gas тоже Anthology, Anthology, Gas есть. Вот в этой криптовалюте оплачивается комиссионная за запись данных в блокчейне, различные сборы за пользование систем, платформы и так далее. Преимущество NEO. Решена проблема масштабируемости, с которой Ethereum только пытается бороться, но NEO может обрабатывать до 1000 транзакций в секунду, что быстрее в несколько десятков раз. По словам разработчиков, вполне реально выйти в будущем наскорее с 10 000 транзакций в секунду. Смарт-контракты могут быть написаны на любом из следующих языков. JavaScript, C-shark, Python или Python. Языки знакомы многим, тогда как Ethereum придется учить специфические солидити. Ориентация на бизнес и регуляцию. Регуляторы КНР не особо приветствуют анонимность, потому ориентация на Китае прежде всего означала открытость. Цель NEO служить реальной экономике, поэтому мы приветствуем регулирование, скажет позже один из разработчиков. Открытость NEO это пропуск в США и Европу, где к таким проектам относятся куда более лояльно. Ethereum же ставит приоритет анонимность. Более низкие комиссии за транзакции. Кто-то называет также преимуществом двухвалютность, но в чем это заключается, толкового ответа так и не было. Также преимуществом разработчики называют антиквантовый криптографический механизм NEO QS. Защиту от взлома с современными вычислительными процессорами. Вот только на практике, пока работоспособность этого механизма проверить не предоставилась возможность. Количество токенов NEO и GAS ограничено 100 миллионов. Выпущенное количество NEO в свободный оборот на данном этапе у нас 65 миллионов. Майнинга у криптовалюты нет, потому что и здесь разработчики решили быть оригинальными. Вместо привычных методов проверки достоверности алгоритмов консенсуса POF, POS или DPOS, внедрён метод Deligated Byzantine Fault Tolerance. Ну и также основные минусы NEO это отсутствие анонимности. Анонимности ончейн, то есть контролирующая компания разработчиков, имеет доступ к истории транзакций, может отследить любое перемещение информации. Ну и второй минус это псевдоцентрализация, то есть 35 миллионов токенов официально оставленного разработчиков и неизвестно сколько еще токенов может им принадлежать через дочерние структуры. Ну то же самое как и сейфлом, частично было. Ну и основные конкуренты данной платформы NEO, соответственно у нас это Ethereum. Сравнительная характеристика обоих этих платформ в общих чертах уже была сделана выше, я это описывал. Ну и соответственно следующее это Cardano, достаточно новый проект, успех которого оценить пока сложно. Платформа полностью не запущена, у NEO в данном случае преимущество, все подводные камни оттачиваются уже 3 года. Вот EOS неоднозначный стартап, который даже придавался критике. Это платформа для разработки приложений, где акцент сделан на безопасность передачи данных. И тот факт, что EOS за несколько месяцев с топ-15 вошел в топ-5, ну тут информация может быть устоявшая, поэтому не обессудьте. Вот, а NEO наоборот вылетел в топ-15, говорит сам за себя. Qtom достаточно серьезный конкурент, ну насколько я помню сейчас NEO пониже EOS находится, но все равно я в NEO даже больше верю, чем в EOS, имейте ввиду. Ну и Qtom достаточно серьезный конкурент из топ-30, ну я считаю они плюс-минус на уровне находятся сейчас на данном этапе, над которым также работают китайские разработчики. Вместо смарт-контрактов здесь используются мастер-контракты, являющиеся аналогами договоров между контрагентами в реальном мире. Предусмотрено отраслевое разделение мастер-контрактов. Платформа рассчитана под бизнес-цели и уже приняла под свое крыло первые стартапы. Ну и естественно краткая аналитика от меня, стоит ли закупать данную монету, я считаю на данном этапе стоит, даже в тот же долгосрок, то есть ну в плане краткосрока, среднесрока я ее торговать не собираюсь. То есть на данном этапе, ну если взять вообще снизу, она там подросла на те же там может даже 60%, если вообще снизу взять, ну относительных, локальных, да. Но в целом на данном этапе я все-таки ее тоже докупал, потому что в пике она здесь была те же там 140 долларов, ну а сейчас она стоит в 3 раза дешевле практически. Вот, поэтому монета перспективная, монета имеет свой потенциал даже в плане роста, ну и в пике здесь она была 200 долларов, поэтому напоминаю об этом и что она может в те же 4 раза подрасти и может сделать даже перехай.